МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Денцов. Сегодня мы расскажем. Новые точки соприкосновения в бизнесе и развитии туризма. Беларусь и Венгрия начали активнее налаживать взаимовыгодные отношения. С первым майским в областном центре отметили 1 мая, открыли череду долгожданных весенних праздников. За стабильное качество в Гродно вручили дипломы лауреатам конкурса «Лучший товар Республики Беларусь». Черный, значит, щедрый. Уже в эту пятницу состоится выездная студия радио МФМ 105.0. Икона Калужской Божьей Матери дома. В Гродно вернулся точный список знаменитого образа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беларусь и Венгрия начали активнее налаживать взаимовыгодные отношения. Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Беларуси, Жолт Чотара, впервые приехал в Гродно с официальным визитом. Дипломатические отношения между странами установились еще 27 лет назад. А вот активизировались белорусско-венгерские политические контакты, равно как и экономические, несколько лет назад. Сейчас обе стороны ищут новые точки соприкосновения. К примеру, в Венгрии интересен гродненский туризм. Даже планируется запустить регулярные рейсы венгерских лоукостеров из аэропорта Гродно. В случае реализации планов, эта компания лоукостер станет первой, которая организует регулярные рейсы из Беларуси. В минувшем году по безвизовому режиму на Гродничине побывали около 100 тысяч туристов. Ввиду такого интереса ожидается расширение безвизовой зоны. В этом году, по предварительной оценке, у нас побывает как минимум на четверть больше безвизовых туристов. Именно в этой сфере ожидаются некоторые изменения в отношениях двух стран. Но основное внимание – бизнес-среди. Надо познакомиться, какие бизнес-возможности есть. Как я знаю, здесь в Гродненском районе хорошие заводы, есть завод удобрения. В Венгрии тоже есть хорошие. Значит, надо найти совместные точки. Меня интересует промышленность района, что можно экспортировать из Беларуси в Венгрии, что можно из Венгрии, что нужно сюда. Беларусь и Венгрия – государства с открытой экономикой. Эти двусторонние отношения могут и должны развиваться в одном направлении. Первые шаги уже сделаны. Свою продукцию в Венгрию поставляет Сморгонский агрегатный завод, предприятие «Белкарта» и «Радиоволна». Также другие предприятия области. Наступили долгожданные майские. Традиционно череду дополнительных выходных открыл праздник труда. В этом году 1 май не разочаровало и подарил Гродницам не только отменную погоду, но и насыщенную развлекательную программу. В центральной части города на протяжении всего дня царила праздничная суматоха. Гродницы приходили целыми трудовыми коллективами. В центре событий побывала и наша съемочная группа. К 1 мая в коллективах Гродненского региона готовятся заранее. Как-то сама собой пару лет назад сформировалась традиция представлять свою профессию посредством костюмов и профессиональной атрибутики. Своеобразный флешмоб «Парад профессий» стал одной из любимых частей праздничной программы. Здесь медики и педагоги, транспортники и работники ЖКХ, строители и представители прочих отраслей экономики и производства. Каждый отраслевой профсоюз, каждый работник, каждый труженик сегодня показывает свою принадлежность к той или другой профессии. И сегодня будет очень такой стилизованный у нас парад. Это будут представители самых разных отраслей и профессий. Мы, конечно же, покажем красоту и любовь к каждой отдельной профессии. Приподнятое настроение отражается на лицах гостей праздника членов трудовых коллективов. Неудивительно, ведь они же и главные виновники торжества. Более полутора тысяч человек нарядились в рабочую форму и демонстрировали уникальность своей профессии. Некоторым даже удалось удивить и подать свою специальность с новой, совершенно неожиданной стороны. Мы представляем профессию медицинская сестра. Мы пришли в противочумных костюмах. Да, это защита при особо опасных инфекциях. Желтая лихорадка, чума, все карантинные инфекции. Лихорадка Эбола. Хотим пройтись, отличиться тоже, показать немножко интересный костюм наш, потому что не думаю, что кто-то его вообще видел. Но немногие, по крайней мере, кто не связан с этой профессией. 1 мая в Беларуси традиционно чтят человека труда. Того, кто предан своему делу и для кого работа – это не просто обязанность, но и своего рода удовольствие. Этот день не зря объявлен выходным. По приблизительным подсчетам мы проводим на работе треть жизни. Соответственно, столько же времени посвящаем своему коллективу. Этот день позволяет встретиться со своими коллегами не на рабочем месте, а в неформальной обстановке. И приятно провести время с теми, с кем проводим значительную часть своей жизни. 1 мая сближает коллектив, и мы в неформальной обстановке. И улыбаемся, смеемся, мы рады всех видеть. Посмотрите, какая сегодня прекрасная погода, солнышко. Они укрепляют отношения, расширяют наш кругозор. Да для всего, просто для жизни нужно ведь жить, не только работать. Жизнь состоит из разных каких-то вещей. Просто нужно жить и радоваться жизни, а сегодня такой день. Однако были среди трудящихся и по-особому важные гости. Среди тех, кто сегодня вносит свой вклад в укрепление экономического потенциала нашего региона, были и те, кто уже пошел на заслуженный отдых. Спасибо ветеранам труда прозвучало из главной сцены города. Я впервые участвую как ветеран, а так я с уноком приходила, мы кричали «Ура!», мы смотрели парад. Для нас это был, ну не знаю, весь май праздник. Во-первых, папа в войну участвовал, он участник войны. Все ему там, и для меня 9 мая всегда с слезами, а первая тоже, весь май. Так что, я не знаю, меня с утра распирает от радости. Я вот, солнце хорошо, то есть все хорошо. Прямо голос дрожит, я так рада. Постепенно с улицы Советской празднование переместилось на площадь Ленина. Здесь на главной сцене наградили лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь», а профсоюзы поблагодарили надежных социальных партнеров. Не забыли и про представителей трудовых династий. Четыре семьи – потомственные медики, педагоги, сотрудники агропромышленного сектора и лесного хозяйства. Настоящая гордость Гродненской земли. Кулины Касьиновичи – учителя в пяти поколениях. Их непрерывный трудовой стаж насчитывает более 140 лет. Это, конечно, с детства, все с детства. Потому что, когда в семье педагоги, то тема школы, она присутствует в семье постоянно. То есть, это тетради, это книги, это расписание, это все. Я помню, мы с сестрой, наверное, ну, с класса пятого уже проверяли мамины, помогали ей проверять тетради. То есть, нам доверяли. В этом году не только сам Первомай, но и канун праздника ознаменовался грандиозным для региона событием. Гродненская область была занесена на республиканскую доску почета. Наш регион, наряду с Минским, признан лучшим в стране за выполнение социально-экономических показателей за минувший год. Добиться результата, получить прирост, динамику можно только тогда, когда есть единый сплоченный коллектив. И работать, выстраивать работу коллектива можно только через призму заинтересованности каждого в своем результате. И чтобы труд работника был по достоинству оценен и, если нужно, и примерован. Кроме этого, очень важно, чтобы социально защищен был работник в коллективе. И, наверное, самое главное, чтобы он чувствовал, что он нужен коллективу. Приятным событием субботнего дня стало и открытие водного сезона. Правда, пока только для фонтанов. Пять городских красавцев на площадке у драмтеатра, на улицах Мостовой и Советской, а также два струящихся мини-водоема в парке Жилибера отныне будут радовать горожан и дарить им прохладу в знойные майские и летние деньки. К слову, к запуску готовится и фонтан у здания областной филармонии. Но это еще не все сюрпризы. В урочище Пышки заработала одна из самых популярных зон отдыха – летняя танцплощадка. Случились в этот день и другие приятные открытия. Приехал мэр города Белостока, нашего побратима. Мы вместе откроем ресторан «Белосток». В этот день будет, так сказать, событие на 1 мая. Такой же ресторан, уже под названием «Гродно», в другом формате. Пообещали нам, что он заработает уже в этом году в городе Белостоке. После открытия ресторана и театрализованного шоу, посвященного запуску городских фонтанов, в торжественной обстановке вручили сувенирные медали в честь столетия образования БССР. Выдающиеся жители нашего города и области пополнили свои копилки еще одним памятным знаком. С утра до позднего вечера город гудел и праздновал. Щедро развернулась уличная торговля, работал город мастеров, шли мастер-классы, то и дело открывались анимационные площадки. Майские стартовали. Впереди не менее теплые во всех смыслах дни. Главное, что праздничное настроение уже витает в воздухе, и начало этим мини-каникулам положено на ура. Олеся Матвиенко, Гаджан Патерджанов, Новости, Гродно+. 1 мая запомнился не только масштабными народными гуляниями, но и чествованием сильнейших предприятий региона. В торжественной обстановке руководство области вручило дипломы лауреатам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» по итогам 2018 года. Представители, лидирующих в своих отраслях предприятий, собрались на главной сцене города в праздник труда. За церемонией награждения следила и наша съемочная группа. Когда говорят о Лиде, перед глазами встает средневековый замок, многочисленные костелы и храмы. А между тем, эта земля богата не только своим историческим наследием. Сегодня регион может по праву похвастаться и современными предприятиями. Одним из флагманов личины на протяжении последних девяти лет выступает унитарное предприятие «Конус». Здесь на современном итальянском оборудовании обеспечивают защиту металла от коррозии методом горячего цинкования. Уникальное техническое оснащение под руководством опытных сотрудников позволяет выполнять редкую на этом рынке работу – цинковать конструкции размером до 15 метров и весом до 6 тонн и обеспечивать защиту металла от разрушения в буквальном смысле – на века. Безупречное качество прославило «Конус» далеко за пределами Беларуси. Но и здесь, дома, оно не единожды признавалось лучшим. В 2014-м по результатам независимой экспертной оценки государственное предприятие получило звание лидера отрасли. В 2018-м «Конус» был удостоен диплома за стабильное качество на престижном республиканском конкурсе «Лучший товар Республики Беларусь». Это, конечно же, заслуга всего нашего коллектива. Богатство нашего предприятия – это наш коллектив. Поэтому качество – девиз нашего предприятия. И сегодня качество становится во главу нашего предприятия. Конкурс «Лучший товар Республики Беларусь» проводится в нашей стране с 2002 года. За свою историю он уже успел превратиться в своеобразную презентационную площадку, где собираются товары и услуги, которые полюбились беларусам больше всего. Специальный приз – диплом за стабильное качество – ввели относительно недавно, в 2016-м. Эта номинация поддаётся немногим, критерии слишком строги. Однако высокие требования конкурсантам не отпугнули представителей предприятия. Кому, если не конусу, с его современным зданием, комфортными условиями труда, высокими заработными платами и строгой системой качества, быть лидером отрасли и задавать планку конкурентам. И символично, что диплом за действительно качественную работу директору предприятия вручили в торжественной обстановке в день праздника труда. Предприятий у нас очень много, которыми мы можем гордиться. Мы гордимся теми людьми, которые сегодня работают в организациях и предприятиях Гродничины. И сегодня, в этот день, мы подводим итоги и чествуем наших лучших из лучших дружеников и те отрасли, которые сегодня являются у нас в авангарде победителями. К статусу победителя конусу не привыкать. Однако, кроме престижных конкурсных наград, предприятие было отмечено и на высоком научном уровне. В прошлом году за достижение отличных результатов научно-технической и инновационной, производственной и социальной деятельности предприятие было занесено на доску почета Национальной академии наук Беларуси. То, что конусу удалось стать лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «За стабильное качество», сотрудников не удивило, но очень порадовало. На предприятии восприняли эту победу как очередной стимул не сбавлять оборотов, хотя расслабляться даже после награждения не в традициях предприимчивых летчан. Ежегодно конус расширяет клиентскую базу, наращивая объёмы работ, современные технологии, кратчайшие сроки исполнения заказов, удобное транспортное сообщение и жёсткий контроль за качеством. Такое предприятие могло бы стать гордостью любой европейской страны. Однако сегодня Беларусь – опытный игрок на мировом рынке услуг. И это обстоятельство будет сложно перебороть, пока на страже экономической и научной привлекательности региона стоят такие гиганты, как Лицкий конус. Лена Молчанова, Олеся Матвиёна, Кагаджан Батыржанов. Новости Гродно+. Икона Калужской Божьей Матери вернулась домой. Настоящим торжеством православия стала среда Светлой Седмицы для сотен прихожан Свято-Бориса Глебской Церкви. В этот день прошла Божественная Литургия по случаю принесения в храм точного списка калужской иконы. Это точная копия, написанная с той самой святыни, утраченной более ста лет назад. Лик Божьей Матери православился многочисленными чудесами, не раз давал примеры удивительных исцелений. В годы Первой мировой он был утрачен, а в конце минувшего года стало известно, что на аукцион в Германии выставлена единственная сохранившаяся копия. Средства на ее покупку собирали всем миром. После торгов икона уже побывала на реставрации, а Первого мая, которая теперь будет считаться в Церкви престольным праздником, заняла свое место в родном храме. На Беларуси не так много святыни. И каждая из них – это история нашего края, духовный исток народа. Калужская икона Божией Матери связана с этим древним по святости местом. Для всех нас глубоко символично возвращение Богородицы на благодатную землю Гродничины. Теперь все зависит от нашего духовного состояния, от нашей устремленности к Богу и от нашего служения при Чистой Деве. Обретенный список Калужской иконы Божьей Матери датируется началом XX века. Специалисты предполагают, что автором копии был монах из Киево-Печерской лавры, написавший лик в качестве подарка Николаю II. Ну а пока над этой версией размышляют историки, в Гродно уже ожидают тысячи паломников, которые приедут поклониться чудотворной иконе Калужской Божьей Матери. День радио традиционно отмечается 7 мая, но радио МФМ любит свой профессиональный праздник и своих слушателей, поэтому этот день решено приблизить. В эту пятницу, 3 мая, уже на полюбившемся Гродницам формате выездной студии радио МФМ объявляет Черную Пятницу на любимых волнах. Обычно в преддверии крупных праздников многие торговые сети и магазины объявляют скидки и называют это Черной Пятницей, а радио МФМ пошло еще дальше. Никаких скидок, все подарки абсолютно бесплатно. Преображение мужское от самого известного барбершопа в нашем городе. Это будет и преображение женское, набор уходовых масок от самой известной мейкап-студии. Это будет и действительно, ну, прям, подготовка к выпускному полная. Кроме того, это будут всякие билеты на развлекательные мероприятия, бесплатное посещение всевозможных развлечений в нашем городе. Вы знаете, студия – это полюбившийся и Гродницам, и самому радио МФМ-формат, когда эфир лучший, ведущий лучшего радио, ведут из какой-нибудь точки города. Увидеть радиоэфир своими глазами гродницы уже могли неоднократно в одном из торговых центров города, а также в разгар фестиваля уличных искусств. В этот раз вещание стартует в 16 часов из зала кофейни «Ходфикс», которая располагается в самом центре Гродно. Самые смелые и активные слушатели будут приходить в «Ходфикс», будут приходить в «Ходфикс», присоединяться к нашей выездной студии и получать кофе и круассан бесплатно. Прикоснуться к радио можно вот прям подойти и дотронуться рукой до этого самого, казалось бы, такого вот волшебного и невидимого механизма. Чтобы получить приятные, ценные и нужные подарки, в том числе кофе и круассан, абсолютно бесплатно, главное слушать радио МФМ 3 мая в пятницу с 16 до 19 часов. 4 мая на сцене драмтеатра состоится музыкально-поэтический вечер «Был месяц май». Это рассказ для тех, кто не помнит, что такое война. Вы увидите войну глазами молодых ребят, которые защищали свою землю и порой даже в нечеловеческих условиях. Радовались, любили, ждали. Не пропустите 4 мая на сцене драмтеатра. И в завершении выпуска информация от нашего партнера. Мой МТС – удобное приложение, с помощью которого можно самостоятельно решать многие вопросы обслуживания без звонков в колл-центр и похода в салоны связи. Приложение позволяет отключать и добавлять услуги, не видеть количество трафика, минуты и СМС. А если установить виджет на экран смартфона, баланс всегда будет перед глазами. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. Я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова